Рыбинск Непосредственно мой дядя Владимир Сергеевич Кузнецов, он умер два года назад, прямо после хоккейного матча. С его помощью мы возродили этот турнир, привлекли людей, спонсоров и собрали необходимое число команд. На данный момент у нас в чемпионате города принимает участие 10 команд. Как вы знаете, в каждой команде район 20 человек играет. Много зрителей, болельщиков, все матчи проходят на стадионе спортшколы Переборец в зимнее время. Сейчас вот готовимся, подготовку прошли. Также мы привозили команду, товарищеский матч состоялся у нас в Чехии. С Чехии команда приезжала, мы ездили с ответным визитом туда, проводили серию матчей и домашних, и выездных со сборной города. Как бы эмоций, впечатлений много. В Словакии играли, в Праге играли матчи. Также у нас по футболу проводится чемпионат города. Совместно с Федерацией футбола на нашем поле. Вот в этом году мы провели матч со сборной Нигерии молодежной. Вы, наверное, были там, да? Присутствовали, видели, сколько зрителей было, эмоций много. За границей у нас серия товарищеских матчей просто так же, как и они. Там памятные подарки, сувениры. Антон Коновалов вот у нас занимается самбо. Знаете, может, да, его? Выиграл Кубок мира в Испании он. Полина Шитикова, наша воспитанница по теннису. Она тоже очень много в международных турнирах принимает участие, ездит. Можно сказать, по всему миру играет. А так вот это все наши кубки, что завоевали наши ребята командами и в личном первенстве. Так что стараемся, идем вперед. Перспективы какие? Перспективы на будущее. Конечно, мечта построить, мечта прямо, можно сказать. Ледовый бы дворец нам. Вот боремся мы за это. Можно сказать, просим у администрации хоккейную коробку закрытую, как вы знаете, с искусственным льдом. То есть, чтобы проводить матчи в любое время года, без учета погодных условий. Ну и бассейн хотелось бы нам. Проблемы сейчас, как у всех, нехватка, конечно. Денег хотелось бы побольше. Ну, в стране тяжелая ситуация. Хотелось бы побольше. Ну, ничего, переживем, дождемся. И будем ждать осуществления своих, своей мечты. У нас все секции бесплатные. Это теннис, волейбол, футбол, самбо. Также на нашей базе базируется секция палеотлона. Легкая атлетика у нас. Я занимался до легкой атлетикой. Я занимался до восьмого класса. Первый взрослый разряд. Затем я занимался боксом. Также первый взрослый разряд. Мне повезло. У меня хороший коллектив собрался. Мы все вместе делаем хорошее, святое дело. Воспитываем и готовим детей в будущей жизни. В школе, конечно, помогает. Помогает очень занятие. То, что я занимался всю жизнь спортом. Я с 7 лет занимался спортом. И сейчас до сих пор занимаюсь. Футболы, баскетболы. Также занимаюсь и боксом хожу. И как бы всех призываю никогда не бросать занятия спортом. Потому что спорт это дисциплина прежде всего. Ну, так практически каждый день занимаюсь спортом. Вот за 7 лет моей работы здесь мы как бы и здание преобразили. Все материально-техническую базу усовершенствовали. Ну, и подняли уровень. У нас здесь практически 300 человек, занимающихся в секциях. Ну, вот я раньше с отцом занимался строительным и бизнесом занимались. Ну, и я так как всегда ходил занимался здесь. Ну, мне было как-то, если честно, больно смотреть, что такой прекрасный стадион у нас, ну, в таком не очень хорошем состоянии находится. Побеседовали в департаменте спорта тогда Владимир Беспалько. Сейчас депутат областной думы возглавлял. Приехал, переговорил с ним. Взяли меня начальником спорткомплекса сперва здесь, потому что мы принадлежали второй спортивной школе легкой атлетики. Потом мы отсоединились, сперва мы были детско-юношеским центром, а потом уже полностью мы отсоединились и стали муниципальным учреждением. Я сам занимался здесь, да, в зале бокса. Здесь занимался легкой атлетикой. Сперва у нас зал был во Дворце культуры, потом как спорткомплекс здесь построили в 86-м году, мы здесь уже бегали. Еще легкоатлетического манежа не было. Мы бегали по дорожкам здесь. Здесь снег, помню, расчищали пораньше, чтобы начать сезон. А потом вот в 8-м классе стал боксом заниматься у Сергея Анохина и Андрея Пыхалова. Андрей Пыхалов сейчас возглавляет федерацию бокса города Рыбинска. Поле футбольное у нас признано лучшим в городе, кстати. Приезжали с Шинника у нас люди, вот когда мы с Нигерией играли, посмотрели и сказали, что поле не хуже, чем на Шиннике футбольной. Хотя было вот 7 лет назад, но больно на него смотреть. Они приехали из Нигерии, они приехали продавать своих игроков, предлагать по клубам, по-московским. Спартак, в Шинник также они с предложением вышли. И у них было несколько дней паузы. И Федерация футбола предложила нам на нашем поле провести товарищеский матч с переборцем команды футбольной, которая принимает участие в чемпионате города. Мы с удовольствием откликнулись на их предложение, провели футбольный матч. Сперва проигрывали 1-0, потом за 4 минуты до конца сравняли счеты. В серии пенальти одержали победу. Для интереса Шинник они разгромили со счетом 4-1. В этом году заняли мы первое место в чемпионате города по хоккею. Это вот переходящий кубок. Вот как раз мы организовали этот турнир в 2011 году. Вот в этом году уже получается, сколько? 6-7 год, наверное, проводить будем. Этот переходящий кубок там вот везде. Будем стараться в 2018 году финальные игры будут тоже одержать победу. Чтоб кубок остался у нас. Продолжение следует...